Итак, дорогие дамы и господа, сейчас мы рассмотрим примеры, как мы работаем с мышцами, в чем, собственно говоря, там бывают проблемы. Мышцы, как правило, большинство из них это вертичнообразные, пучок волокон таких, да? Они крепятся как бы от одной кости к другой кости. Каждая мышца заканчивается сухожилием, с помощью которого она, собственно, и крепится. На костях есть такие бугорки специальные. Не знаю, видно, не видно. Такие вот выступы, которые у меня крепятся. Ну, или здесь они крепятся. Вот. Если проблема в мышцах, то, как правило, говорят, например, ну, как в народе говорят, спазм, блок, да, там, забитые мышцы, да, что такое забитые? Как это понять, забитые? Что это такое? Деревянные. Деревянные, да, деревянные. Деревянные, это как бы в следующей стаде. То есть это где-то есть сгусток крови, как правило, проблемный. Ну, вернее, может быть, там мини-микронадрывы были, да? Но когда туда накатила кровь, она не успевает рассасываться. Она забивает его. Плюс там молочная кислота, плюс еще там какие-то внутренние процессы идут, да? И вот эту вот блокаду надо как-то снять. Откуда происходит судорога или спазм? То есть если есть проблема, то мышца, как правило, стягивается, да? Организм так устроен, что он пытается проблемную часть заблокировать вокруг. Он блокирует соседние мышцы, он стягивает эту область. Ну, сами понимаете, когда вот вас набьют, человек обычно сжимается, да? Вот так вот сразу раз, блокаду такую делают. И подсознание наше тоже так делает блокаду. Ну, это ему кажется, что это полезно. На самом деле это как раз до такой степени блокирует, что вот этот кусочек, вот эта мышца становится потом деревянная, потом каменная. У меня были такие пациенты, что я в них даже локти себе, ну, не ломал, а рвал суставную сумку, и у меня суставная жидкость синагиальная, вот эта вот, витекала прямо. Набухал локоть вот такой, с такой шишкой ходил. Представляете, об эти мышцах, они настолько бывают, ну, действительно каменные. Поэтому, поэтому, как это вот объясняйте своим клиентам, что важно ходить на массаж вовремя, не когда что-то там, петух на горе, крикнул, да, или рак свистнул, молния ударила, а тогда, а постоянно, то есть массаж это постоянная процедура, как профилактика всех последующих заболеваний. А что у нас в организме происходит? У нас стрессы, любые, физически, эмоциональные, положительные, отрицательные, они проходят, они как вода на стекле, как сгущая вода, да, сознание стекли, а подсознание-то их оставляет, оно помнит, оно никогда ничего не забывает, всю жизнь оно будет помнить о том, что где-то там укусил комар, грубо говоря, да. И, соответственно, эти спазмы, микроспазмы, они очень вредные, они друг на друга начинают накладываться, и получается большой пучок проблем. Ну, как правило, есть триггерные зоны, это вот как бы частое обращение организма, частая проблема в данном конкретном точке организма. С чем мы, собственно говоря, и работаем? Триггерные точки, мы их убираем. Каким способом мы их можем убрать? Ну, кстати, вот видите, вот эта зеленка нарисовала, это нерв, да, возле кости расположен, например, да, и мышца своей вот этой вот зоной спазмирована, она пережимает нерв, то есть еще давится нерв. Ну, чаще всего это вот седачный нерв, ишиаз, ишиалгия, которая может настолько заблокировать этот нерв, ну, как правило, это бывает грушевинная мышца, она его пережимает, пережимает как раз к седачной кости, где он там проходит. Ну, это условно-рисунок, это не это место, естественно, я рассказываю, просто как это происходит. Седачная мышца, ее настолько блокируют, она, мышца уже, миозиты в ней происходит, понимаете, это уже воспалительные процессы, которые практически, ну, сложно обратимо, с ней надо долго работать. Пережимает седачный нерв до той степени, что он по кусочку начинает отмирать, и отмирает так, что нога парализуется, ну, сначала не имеет, да, вот, вот, соответственно, откуда идет сигнал в мозг, вот из-за этой точки, вот из-за этой точки, или вот из-за этой точки. Для мозга, понимаете, для него вот эти вот, откуда конкретно идет сигнал, ему все равно. И, чтобы не бороться со всем вместе, он берет что-нибудь, одно да отключает, ну, перестает иннервировать в этой мышце, да, и забывает про эту боль. Ну, напряжена она и не напряжена, вот она постоянно вот так. А, бывают эти, у людей, может быть, видели, сухожилия вот тут, вот на ногах, такие, что аж пальцы выкручивают, вот так вот, не распрямляются пальцы, или наоборот, вот обратно в сторону выкручивают, выкручивают. Ой, как это называется, забыл что-то. Крепатура это называется. А, есть крепатура, а есть контрактура. Это контрактура. Связки могут так сплазмировать, мышцы может так сплазмировать, фасции может так сплазмировать, до такой степени, что скручивают просто человека вот так, понимаете. Обязательно надо массировать, обязательно надо ходить на процедуры. Но, с точки зрения нас как персоналов, мы можем, соответственно, воздействовать на все эти точки, да, ну, какими способами. Во-первых, мы массажными движениями вот этот весь густок прогоняем, да, мы его растираем. Во-вторых, есть способ, вот мы проходили сегодня, прижимание точек, то есть мы давим непосредственно вот, либо сюда, либо сюда, да. Что происходит? Эффект, эффект шланга, то есть кровь не поступает, ну, мы пережимаем, да, кровь долго-долго не поступает, накапливается, потом отпускаем резко, и она, как клынувшая вода из шланга, пробивает эту пробку. Ну, условно говоря, я простым языком объясняю, и она ее пробивает. Одного раза может быть им достаточно, поэтому можно на одну точку, там, 3-4-5 раз нажать, да. Поскольку мы не знаем, откуда идет, собственно говоря, кровь сюда, в мышцы, либо с этой стороны, либо с этой стороны, то полезно еще и с другой стороны ее прожать, да. Потом, как триггерную зону вот эту, мы тоже ее можем прожать, то есть непосредственно на нее уже надавливать. Вот то, что мы кулаком сделали, помните? Вот там между ними. Растирали, да. Не, не между ними, это уже... Ну, между точками, на которые давили, мы потом прожали. Сама мышца, она просто вздута, мы ее чувствуем. Вот это мы как распальцами, собственно говоря, и чувствуем. То есть мы уже вот эту точку, сами, ну, это же не только ягодицы, это же между лопаток, и на шее будем проходить, ну, везде и на ногах. Мы ее конкретно сильно-сильно промассировали и на срыв. На срыв это что значит? Это значит мы перпендикулярно волокнам, вот этим, да, ее растянули дополнительно. Резко растянули, она как бы вздернулась и опять в кровеносном сгустке с двух краев, извините, вечер уже позднее, заговариваясь, хлынули и как бы вот это вот пробили вот эти залежи, да, отработанных материалов здесь, в клетке, в клетках. Это третий способ получается, да? Вы помнили? Четвертый способ, это миофасциальный релиз, для релизинг. Так, ну, как информация может сорвать, ну, дать синим. Каждая мышца, она как бы обернута в такую пленочку, ну, когда у меня срезали, может быть, видели, да, на такие тонкие, пленочные пленочки. Это фасция. Как пакетик, вот так, она у нее вернута, да? Фасция тоже может быть и загнуться, где-то там складочка появится у нее, да? Ну, с двух сторон, естественно, она идет. И где-то она перенапрячься, может тоже эту мышцу аж сворачивать, наскосок вот так вот ее разворачивать, даже даже там нога у человека вот так вот, он так вот ходит, где там бывает рука. Вот. И, соответственно, вот этот миофасциальный, 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 она поступает каким способом? Мы эту мышцу берем и растягиваем. Вот так вот медленно растянули и ждем. Ну, там, примерно минуту, две, пять иногда. Надо вот ждать, растягивая, пока они у самих структуры, они начнут у вас выползать и выпрямляться, вставая обратно на место. Понимаете? Таким образом происходит расслабление, и фасция ставит на место, и мышца растягиваются. Это продольное растяжение, можно поперечное, можно вот так ее растянуть эту мышцу. И тоже растянули и ждем. Мы будем проходить еще завтра, пока просто рассказывал способ, это как учить, четвертый получается, да? Четвертый способ воздействия. Мышцы отпускаются, ну, прям, чувствуем облегчение. И мы, как массажисты, и пациент, прям, знаете, прям чувствуют «фуууууууууууу». Может, кстати, самому тоже это делать, то есть, если там плечо потянули, нашли вот эту мышцу, она жесткая, как правило, такая, знаете, как будто палец там или стержень какой-то, как струна, растянули расслабляемся сами дышим отпускается я сам сегодня еще таким способом назад вообще не заводилось заводится нормально работает рука так откуда вот берется судорога собственно говоря это дело в том что мышца и сухожилия они друг другу относятся как антагонисты противники да это что значит это значит что за спазм это сжатие мышцы сжалось а сухожилий должно растянуться но ему тоже это неудобно и она пытается сжаться обратно разжимается мышцы разжаты уже больно спазм она обратно вот они начинают перетягиваться и получается вот судорога такая соответственно как мы выбираем такими же способами растягиваем выводим кровь вдоль мышцы да и поперек тоже релизинг делаем да все эти способы мы применяем собственно говоря у мышц еще какой способ наверно уже 5 5 получается да есть антагонисты и есть синергисты синергисты которые совместно с тобой работают но есть такой понятия синергия когда со в совокупности все идут в одну сторону за то что ни одна мышца так устроена природой она не выполняет только одной функцию это было бы слишком растратно для наших организма и каждому сам было бы тогда раздутая мы ходили бы как не знаю как носороги всех поэтому у нее есть помощники как правило помощники находятся ну с этой же стороны вот туда вот мышцы идут где-то там тут еще можете виду да ну например там не знаю бицепс или палец да вот нет много муж который помогает ей сократиться поэтому наши кости собственно говоря вот так вот загибается но с обратно есть стороны мышцы антагонисты некой соответственно вот так которые страдают от того что он тоже у них есть вот эти вот сухожилия потому что постоянно находится в напряженном состоянии растянутом то есть если сгусток да где спазм а это страдают мышцы соответственно их надо тоже то есть это надо расслабить а это гипертрофировать у нее наполнится кровью массажист это делает плюс к этому он растягивает сами сухожилия в обратную сторону то есть в тайском массаже там имеют терапии там часто используются когда мы затягиваем ну грубо говоря вот смотрите грудные мышцы являются антагонистами к трапециевидным мышцам трапециевидным понимаете поэтому некоторые например то есть если грудные мышцы перенапряжены плечи будут возвращаться вперед спина растягиваться да и человек вот так уходит да а в некоторых спортзалах бывает тренеры говорят тебе надо грудь качать чтобы там чтобы типа она расширилась получается наоборот не расширяется да получается наоборот эффект еще больше сжимается или гора спину качай ну да в этом случае на спину качать чтобы он он разжался вот соответственно эти мышцы растягиваются мышцы одновременно также и в позвонке то есть каждый позвонок вот у него одна мышца позвонок нижнего сюда а другая верхняя тянет вот сюда вот они вот эти оси ассистых отростков они расхронизируются то есть делая массаж мы должны с одной стороны снять напряжение а с другой стороны опять слава богу что у нас практически одни и те же приемы для и того и другого находится и растяжение каким способом еще могут сам способ то шестой 5 5 то есть мы должны растянуть эту мышцу вот так эту напрячь и так некоторое время подержать ну расти что делать любит растяжками всяким тянут соответственно у них эти мышцы андагониста одна перенапрягается другая расслабляется расслабляясь у меня просто крови уходит в итоге потом нормализуется то есть между ними вот этот тяж чтобы они так и друг другу не перетягивали да он прекращается судорога более ой ко мне люди приходят знаете без причины говорит дрожь у человека дрожит он там что-то сумку поднимет весь бог дрожит одного сеанса массаж хватает на месяц наверно чтобы избавиться от этого синдрома и те же самые проблемы происходят тогда когда человека продул например после сеанса то говорится как его обеспечить безопасность того чтобы на вас клиенты не жаловались да это значит вы что-то расслабляя например мышцу здесь слишком перетрудились так что вот это еще больше стянулась и она болит либо наоборот да либо он после вашего разогрева вышел на холод на мороз или на сквозняк попал да и у него обратно еще надуло сюда еще больше она скрипела он будет думать что это вы виновата мосолист виноват на самом деле это другая совершенно причина да потому что сами на можно пошел опять стал груз какой-то поднимать с пола причем неправильно согнувшись не в ту сторону еще и на бок вот так вот ну сам дурак да а будет думать что это вы вот вы должны грамотно объяснить что причина то может быть совершенно другая я тебе устранив одну причину может быть не убрал первую причину или одного сеанса после недостаточно но это я вам расскажу что помогает с первого сеанса да это не это не значит что это сама цель и не значит что всегда так бывает это просто нам да не факт это некоторые уникальные случаи поэтому эта мера это просто мера ваша предосторожность как вы общаетесь с клиентом до что вы ему про это расскажете и с другой стороны а когда надуло ветром да то опять происходит спазм то есть это тоже самое происходит то есть вы устранили а какая-то другая третья сила взяла и обратно ему все это вернуло кстати возвращая третья сила может быть подсознательная психосоматическая это уже шестой получается психосоматический что это значит это значит у нас есть некоторые зоны в организме которые отвечают за некоторую реакцию в голове мозге человек пугается грубо говоря поднимать плечи как мышцы реагируют вот и зона например вот эта зона страха вот эта зона мнительности там вот эта зона между лопаток это зона нерешенных проблем долгих вот этих вот таких мучительных каких-то и так далее много зон все перечитать не буду у луизы хей это вот очень хорошо там все они обозначены значит первопричина то не здесь оказывается находится первопричина находится в другом месте в подсознании есть такое понятие инграммы их вот тоже можно устранить то есть устраняем причину в голове вот причина да кто как кто-то медитирует кто-то психиатр идет кто-то гипнотизеру способов разных много но я делаю например такую процедуру как из дианетики auditing называется но это только на самом деле название тут взяты термины а по сути это такой психотренинг одноразово когда человек сам копается в себе ища вот эту связь между вот этим до этой областью и вот та которая по нерву идет в мозг головной какой-то там да то есть убирая проблему здесь мы решаем ее здесь в принципе бывает и наоборот на вот и еще бывает так что седьмой же про инграммы то есть тут сидит он грамм не договорил до инграмма это некоторая запись как вот на кассе это раньше было там две дорожки видео чтобы стерео было до 8 дорожек и 16 дорожек аудиозвука до записывались в голове конечно гораздо больше дорожек это и тактильное ощущение и там тихо психически эмоционально и так далее да они все записываются вот так вот все вместе не знаю сколько там 32 50 дорожек или 100 дорожек вот и когда они могли записаться в детстве например да или человек стресс испытал еще даже в трубе мастер еще даже неосознанно уже испытал могло на одной из дорожки будет записано например звук проезжающего автомобиля до за окном например грузовика на другой дорожке записано было шум текущей воды посуды это посуду и в этот момент ребенок испытал стресс от того что его родители ругались он естественно что-то забыл но когда во взрослом состоянии вдруг у него одновременно там один сработал показатель тут же второй да ну может там еще 3 какой-то например еще заболел он там чего нажал и у него раз срабатывает вся игра то есть вся эта кассета и он испытывает тревогу страх друг неопределенно неосознанно почему да еще и мышцы зажимаются вот что такое грамма соответственно если эту кассету перезаписать все это вот убрать ненужные дорожки и записать с новой информацией ставить новую правильную да вместо этой вот у него устраняется ответственно вот это вот долгие боли были у меня такие клиенты которые много лет болели голова сидели на таблетках я им разминал шею и не помогает даже этот разминка шеи не помогает то есть надо выбирать совсем другое и когда мы прошли вот эту процедуру устранение инграмм два три сеанса хватило чтобы он выбросил таблетки из окна я ему так сказал что так будет так и случилось мне через год мне звонят блин олег помогло спасибо тебе с благодарностью звонил благодарил потому что же он же не знал что вот это отсюда эти проблемы так это шестое было ну наверно хватит что-то еще куда-то сказать наверно хватит пока да это перегруз информации будет давайте на этом становимся да дорогие друзья подписывайтесь на наш канал академия интерес ориентированных практик ставьте нам лайки у нас много новой интересной информации мы постоянно обучаемся изучаем и практикуем друг на друге так что жду в следующий раз